Кролик – символ грядущего 2023 года по восточному календарю. Их разводят в Шемкенском центре экологии, краеведения и туризма. За 18 питомцами присматривает лаборантка центра Акторгуль Карабалаева. Говорит, кролики неприхотливые. Едят три раза в день. Рацион разнообразный. Это овощи, комбикорм и сено. Их вакцинируют, а по весне они дают приплод. Женщина говорит, ухаживать за этими милыми существами, доставляет ей удовольствие. Когда они голодные, очень агрессивные бывают. А когда сытые, они спокойные. Я уже знаю, у каждого кролика характера знаю. Когда они поправляются, когда они кушают хорошо, меня прямо успокаиваются. С утра прихожу, сразу поем водичкой, кормим. Сейчас я покормила завтраками. Кроликов в центре держат для школьников, которые наведываются сюда с экскурсиями и подкармливают их. Часто приезжаю в экоцентр, чтобы посмотреть или подделать подделки, но часто мы заходим к кроликам и кормим их. Они любят траву, но они травоядные существа, относятся к семейству грызунов. Их очень успокаивает держать. Они мягкие и успокаивающие. По мнению астрологов, стихия наступающего года повторяет ласковый и мягкий характер его символа кролика. На первый план выйдут взаимоотношения с окружающими вас людьми. Кролик – существо мягкое, ласковое и нежное. Оно не способно нанести серьезного вреда. Кролик – это символ изобилия, счастья, долгой и радостной жизни. Это существо семейное. Для него особое значение имеет вторая половинка и потомство. Так что в наступающем году следует уделить внимание именно этим сферам жизни. Гульдана Даурен родилась под знаком кролика. Такие люди всегда внимательны к окружающим, легко шагают по жизни. А еще у них прекрасное чувство юмора. В работе Гульдана, как и все представители кроличьего знака, исполнительный сотрудник. А в жизни душа любой компании. «Следующий год – это мой год. Я очень многого от этого года жду. В первую очередь, конечно, побольше денег, удачи и здоровья. Ну и надеюсь, в следующем году я найду свою вторую половинку. А вообще, мой год для меня всегда очень удачно проходит, чего всем я и желаю». По словам нумеролога, 2023 год будет годом трансформации. Старые устои уйдут на второй план. Главными будут гибкость и неспешность. Люди начнут менять свое мышление. Удачнее всех год пройдет у тех, кто займется повышением квалификации и самообразованием. «Обязательно расширяйте свой кругозор, обязательно рассматривайте новые варианты, обязательно нужно повышать свою квалификацию. Те, кто в этом году займется собой, те, кто начнет изучать, расширять границы, те будут на коне. То есть год плавности, год текучести. Но предостережения такие. Так как год кролика, он немножко такой жуликоватый, возможны какие-то мошеннического характера действия. То есть аккуратно, когда подписываете документы, обязательно смотрим, обязательно читаем. Какая-то информация может всплыть неожиданно. То есть непредсказуемость. По финансам. Все-таки я думаю, что по финансам будет удачливый год, потому что там все-таки это же вода. Вода – это поток. Что касается отношений, конечно, те, кто не вступил в официальный брак, могу порадовать. В этом году все получится. Те, кто не нашел свою вторую половинку, скорее всего, вы найдете в этом году вторую половинку. Но так как у нас все-таки год кролика, а кролик – это отношения, то предостережения здесь такие, что желательно не гулять в темное время суток или в одиночестве где-то, дабы не искушать людей на какие-то не очень правомерные действия. В чем встречать? Ну, наверное, в первую очередь, это подходят цвета серый, черный, синий. Все такие нейтральные оттенки. Если эти цвета категорически вами неприемлемы, теплые цвета, но никаких ярких окрасов. Мех, да, он имеет место быть, но не лисьи. То есть лисьи – это для зайца, это для кролика, но это преступление. Что должно быть на столе? Естественно, очень много овощей, очень много зелени. Можно мясо, можно рыбу, очень хорошо рыба зайдет, фрукты, свинина, баранина, говядину нежелательно. А самое главное, говорит нумеролог, встречать новый 2023 год в приподнятом настроении, забыть все старые обиды и войти в Новый год с улыбкой. Анастасия Новикова, Ирлан Виксаидов, Абзал Турабеков, информационная служба, телекомпания «Утрар».